Здарова, ребят, это новое видео и мне, как обычно, пришла прикольная идея, то есть мы хотим сделать реактивный велосипед, примотать туда всякие фейерверки, вот эти салюты, петарды, чтобы какая-то реактивная тяга от него была и всякие другие штуки тоже хотим придумать, какие можно примотать, чтобы было какое-то максимальное от него ускорение, чтобы он поехал быстрее, чем без этих всех штук. И вот, ребят, как вы уже видите, мы уже подошли к магазину посмотреть ассортимент различных товаров для ускорения нашего велосипеда. Ну все, ребят, мы нашли первое, то, что нам пригодится для постройки реактивного байка, это огнетушитель. То есть, знаете, это словно как форсажи, когда там закись вот эта азота делают и машина ускоряется. У нас будет огнетушитель, из которого будет херачить вот эта струя. К сожалению, нету со шлангом, но мы не знаем, где можем найти посреди ночи другой огнетушитель нормально. Как-нибудь приделаем на изоленту по классике, примотаем его к байку и уже завтра проверим, насколько получится сделать вот этот вот наш эксперимент. Ну и вот, ребят, как вы уже видите, мы переместились на эту локацию. И сейчас мы будем заряжать этот велосипед различными ракетами, чтобы он ускорился максимально жестко. А перед этим мы собираемся измерить скорость без всей этой хуйни, потом там с учетом ветра и всей этой хуйни. То есть, да, ребят, мы переместились вообще в какое-то дичайшее поле, тут вообще ничего нет, одна земля. И так как сейчас на улице весна, очень много оставшихся с прошлого года всяких листьев, травы, которая может очень легко воспламениться и это будет нам опасно. Мы специально выбрали такую территорию, где сзади поля, на которых еще ничего не растет. И первое, с чего мы будем начинать, это с таких небольших фейерверков, которые мы будем прикреплять. То есть мы помимо огнетушителя купили эти фейерверки, и это все будем по очереди делать. Но сперва, как сказал Керем, мы запустим велик без всего. Как вы уже видите, я отдалился от этих чуваков. Это будет наше расстояние нашей гонки, нашего ралли. Велосипед очень здравый, смотрите, объем двигателя 4.0. И сейчас мы проверим, с какой скоростью Владос пройдет вот эти 100 метров без всяких вот пиротехник и всяких этих прибамбасов, которые мы будем уже потом использовать. Сперва нужно узнать, как он будет работать без всего. Раз, два, три. Мастер спорта по велогонкам на ваших кадрах. Ну че, как проехал? Заебись, правда, тут была одна скорость. И одна кочка. Это расстояние, он проехал пиздец, с какой медленной скоростью, где-то за 20 секунд. Я не знаю, я, наверное, пешком быстрее смог бы пройти, он пока там разогнался на первой скорости, пока что-то переключил. И теперь я думаю то, что всяко-разно, даже с самой ебучей петардой эта скорость будет быстрее. Но сейчас я тоже попробую, знаете, потому что, ну, блядь, это было даже, можно сказать, нелепо. Ну, как я думаю, по моему мнению, сильно скорости не прибавит какие-нибудь там фейерверки. Ну, хотя, возможно, на 0.01 метр на секунду что-то прибавит, но это будет не так уж и сильно. Короче, ребят, такое отступление от видео. Знаете мне, какое сейчас пришло сообщение? От МЧС, то есть то, что написано, сохраняется высокая пожароопасность. То есть, понимаете сами, весной никто такие эксперименты не делает. А мы, блядь, в поле, где в любой момент что-то может загореться, но мы все просчитали, надеясь то, что не устроим пожар здесь. А Тарас сейчас будет проводить свои замеры и посмотрим, за сколько он справится с этими 100 метрами. Раз, два, три. Тарас справился с этой 100 метровкой за 19 секунд. Неплохой результат. Ну, как же еще... Также я повторюсь, что с пиротехникой все будет иначе. Это было опять медленно, потому что я не настроил заранее скорость и, блядь, стартанул медленно. Первая у нас самая такая лайтовая ракета, просто из которой херачит огонь для разогрева. То есть мы сейчас все как-то приделаем к байку. Посмотрим. Ну, мне кажется, она вряд ли она сможет оскорить, но Кирей постоянно говорит, Ты ебанутый, я на торт такую ставил, она у меня, знаете, просто чуть торт со стола не улетел, такую всякую шляпу мне собирает. Сейчас мы это проверим. Мне кажется, что этот буст вообще незначительную скорость придаст велосипеду, и он так же прокатится, как и в первый раз. Кирей у нас оказался здесь самым смелым, он сказал, я поеду первым, и то есть сейчас Кирей едет первым, и смотрим, как будет работать эта ракетница. И, в общем, как обычно, этот Кент Моросит забоялся, я буду спасать ситуацию, я первым поеду. Я не забоялся, это просто опасно для моей одежды. Ну все, ребят, настал час эксперимента, сейчас, Ярик, давай запрыгай на байк, отжигаю петарду, и посмотрим вообще, ну, блядь, я на самом деле чуть очку, потому что, прикиньте, у него с жопой сейчас приплавится так нехило. Давай, это очень страшно. А, пиздец! Ебать это дикое! Да ну нахуй! Нихуя как реактивный самолет, именно. Ну это, могу сказать, было гораздо быстрее, чем без вот этого фейерверка, потому что там, ебать, вот это сопло, как похуярило на меня этим огнем, я аж, блядь, думал, волосы сгорели. Это было так, и вот за тобой тигр бежит и рычит, нахуй. Ебать сравнение, конечно. Ну так, ну так на самом деле есть. Вторая серия запуска нашего байка мы делаем точно такие же, только две штуки уже вместо одной, и мне кажется, должно ускорение быть еще в два раза больше. Сейчас кто-то из нас поедет, либо я, либо Кирей, но я на самом деле немного так боюсь, потому что мало ли что может случиться. Короче, ребят, я не знаю, что-то пошло не по плану, и вторая в итоге ракета не загорелась, но у него пока одна. Ебать она шипит, чуваки! Так как у нас осталась третья финальная ракета из вот этих вот маленьких, она не загорелась в тот раз, к сожалению. Сейчас я тоже сделаю свою попытку вот среди лайтовых ракет, и надеюсь то, что у меня хоть будет повеселее попытка. О, поехал! А, ебать, это страшнее, чем я думал! А-а-а! Ебать! У меня ноги как будто сейчас приплавятся, нахуй! Я уже проехал, бля, две дистанции быстрее, чем они одну. Это было реально страшно. Я могу сказать то, что это было пиздец, как весело, потому что я чувствовал то, что огонь уже очень близко, и пытался от огня съебаться, и тем самым крутил педали быстрее, и, следовательно, байк ехал быстрее. То есть я чувствую тепло, кручу быстрее педали, чтобы оно рассеивалось, и ебашу вперед, нахуй! Вот и подоспели новые айтемы, и они уже будут посерьезнее, причем в разы, чем те, и сейчас мы их будем прикручивать к велосипеду, и далее... Перед тем, как мы начнем проверять вот эти вот все фейерверки, я вам хочу сказать то, что ни в коем случае не нужно это повторять, особенно в такую погоду, как сегодня, с ветром, не знаю, с сухой землей. Лучше это делать на Новый год, под присмотром профессионалов, под присмотром взрослых. Но мы тут сами профессионалы, поэтому ни в коем случае не повторяйте то, что мы здесь делаем. И, кстати говоря, у нас есть специальное оборудование, которое мы в случае чего можем затушить, то есть это огнетушитель. Если она в порядке, то, в принципе, похуй, потому что она не должна по этому градусу наклона попадать в меня. Но если она какая-то дефективная, она может взорваться. Взрываться хаотично и отарет ничего. А знаете, что я думаю? То, что она, блядь, хаотично в нас полетит. Он-то, знаете, защищен от нее? А мы именно вот где она хуярит в ту сторону, в сторону нас. Ну, поэтому давай. Охуеть! Пошли! Вы бы видели, мы таких мощных еще ни на одном видео не брали. То есть мы когда вдруг стреляли, они не были такими ебанутыми. На самом деле, мне с теми было более страшно ехать, чем с этими. Знаете, как было? Мы решили сначала сыграть на камень, ножницы, бумага, но потом Яре говорит, дайте-ка я, мне так понравилось, как все это хуярит со всех сторон. И он говорит, я сейчас сам поеду, ты типа не езжай. А ну я и не особо-то и хотел. Ни хуярит. Ни хуярит. Ебать! Нимаешь, это опасно? Да, да нет. Ебануться. В этот раз она еще ближе взорвалась от меня, чем в прошлый. Да, чуваки, мало приятного, когда находишься рядом с такими разрядами. То есть, чтобы вы понимали, все предыдущие разы, когда мы покупали фейерверки, либо там, знаете, просанки, когда мы с Аланом делали тоже реактивные, либо когда мы просто с пацанами друг в друга стреляли, они не были такими мощными, как сейчас. Они, блядь, просто такие хлопки. Они хуярят в небо, и вот так все рассыпается в огнях. Почему вы спросите, я уехал так далеко? Потому что, когда Кирей первый раз поехал, там было 5 залпов, а сейчас, блядь, целых 10 штук, нахуй, я просто охуел. Там их 5 и было, чувак. И вот и финальный босс на сегодняшние наши заезды, это огнетушитель. Как мы его, как мы вам говорили, мы его специально приберегли в начале, чтобы в случае чего затушить вот это вот возгорание. Слава богу, ничего не случилось. И в конце концов, мы сейчас будем использовать реактивную тягу от огнетушителя, потому что, как вы знаете, от него прям идет огромная струя, и тебя прям прижимает. Это знаете, словно как с пушкой стреляешь, отдача такая. Вот так же и с огнетушителем. Поэтому он единственный, кто может именно сделать серьезную хорошую тягу реактивную для нашего байка. Первое. Мы должны его сперва затестить. Ебать! Нихуево! Он прям, знаете, в ту сторону. Нихуя он ебашит. Испытали огнетушители, и сейчас я не завидую Тарасу, потому что эта хуйня может ебануть, она же под давлением. Ну или, допустим, его забрызгать этим песком или пылью. Короче, ребята, так как мы открыли этот огнетушитель заранее, он что-то начал шипеть, и вот это вот давление, газ начал из него выходить. Поэтому мне сейчас нужно рвануть. Но я думаю, что, блядь, немного страшно, потому что это все под давлением находится. Это, знаете, как смотрели форсаж, там такие баллоны с закисью азота. Вот мне кажется, что это что-то похоже, только красного цвета, а не синего. Ну давайте посмотрим, как это сработает. Пиздец. Смотри. Ну что я могу сказать? Поначалу она вообще громко просто издала вот этот рев левиный просто. Нажимаю, и мне прямо так тягой немного вперед тянет, как будто что-то сзади толкает. Вот примерно так это было. Ребят, со стороны я мог подумать, что это самое опасное, ну и самое полезное, что оно ускоряет велосипед. Ну сейчас я понял, что это наоборот самое безопасное, самое эффективное и еще и самое красивое. Кирей сказал то, что это, знаете, такое самое лайтовое, но я могу сказать, несмотря на то, что оно безопасное, в отличие от тех ферверков, что и нужно в этом деле, оно хотя бы действенное, потому что оно именно ускоряет, в отличие от всего остального, то, что мы сегодня использовали. На самом деле было довольно-таки интересно проводить этот эксперимент. Особенно мне понравилось с ракетницами здоровыми. Поэтому, ребят, вот на таком вот пиздатом моменте всякими прикольными штуками, которые приключились за сегодняшний день с нами, можем заканчивать ролик. Мне самому безумно понравилось это все снимать и делать эти все эксперименты, несмотря на то, что это было опасно. Ну и надеюсь, что вам это все тоже понравилось. Если это все понравилось, все эти штуки делайте, как обычно, лайки, подписки, комментарии, пишите все как обычно. Поэтому надолго не прощаемся, скоро новый видос и придумаем что-нибудь опять прикольное. Ну вы, кстати, можете накидать идеи в комменты. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok